Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Барин. И, возможно, это такой последний, наверное, выпуск на Ютубе, который я делаю. Поэтому я создал телеграм-канал. Ссылка будет в описании к этому видео. Надеюсь, что скоро вся неспокойная геополитическая ситуация в мире закончится. И вот ради этих целей я вот купил такое детское шампанское. Соответственно, вот с Микки и Мини Маус, чтобы его испить, когда все закончится миром. Во всем мире, я надеюсь. Замер! Замер! Значит, по такой уже постоянно доброй традиции хочу показать то, что я, соответственно, недавно сумел приобрести. То есть, я, в принципе, хотел себе принцессу Жасмин из мультфильма про Аладдина. И, собственно, наконец-то она у меня появилась в коллекции. Единственное, что... Как сказать? То есть, у нее все-таки платье такое не очень ей соответствующее, в таком европейском стиле, что в мультфильме у нее не было. Тем более, здесь она в кадре из мультфильма, скажем так, в более своем привычном виде нарисована. Но, тем не менее, очень рад, что у меня это в коллекции появилось, потому что дальше, в принципе, возможно, я эту коллекцию не смогу собирать. То есть, может случиться всякое. И Аладдина я в детстве очень любил. И вот очень рад, что у меня есть Жасмин. Принцесса! Джафар! Я застрял! Чем могу служить? Стража только что схватила юношу на базаре по твоему приказу. Ваш отец поручил мне сохранять порядок в агробе, а этот парень преступник. В чем же преступление? Сейчас задохнусь, Джафар. Ну и теперь по поводу книжек. То есть, взял я новелизацию книги, соответственно, Ральф. Вот такого, точнее, мультфильма такого новелизации Ральф. Это писала Ирин Тримбл, то есть, из уважения к автору. Соответственно, я вот этого Ральфа и взял. То есть, так я его как-то мельком смотрел. То есть, полностью смотреть его не удавалось. Соответственно, взял Ральф против интернета. Значит, здесь у нас уже вот эту новелизацию писала Сьюзан Френсис. Но, главным образом, мне сейчас вот эта книга будет очень полезна в работе над выпуском читальной СБ по храброй сердцем. Поскольку здесь все-таки есть Камео Мериды, как и других принцесс Диснея. Значит, разжился вот таким вот артефактом. Это зловещие мертвецы. Это именно у нас получается... Даже вот с такими картинками интересными. Это значит, что у нас получается Минска БАДППР. 1994 год. Издание. И здесь как раз-таки новелизация трех частей. Этих. Зловещих мертвецов. И вот эти все литературные их адаптации делали братья Адамчиковые. То есть, книга уникальна, поскольку официальных новелизаций у всей трилогии зловещих мертвецов не было. Были только комиксы. И, значит, соответственно, вот братья Адамчиковые на территории СНГ были, в общем-то, единственными, кто сделал новелизации всей трилогии зловещих мертвецов. Как ни странно, на самом деле. И, в принципе, могу сказать, что здесь у них есть, значит, получается, новелизация третьего фильма. То есть, с Армить мы все начинается, притом от лица и все написано. Значит, вторая часть у нас это, получается, первая. И, честно говоря, это, наверное, пожалуй, одно из лучших произведений братьев Адамчиковых, что я читал. А, соответственно, третья написана уже как именно вторая. Я просто что сделал? Соединил вместе первую и вторую часть зловещих мертвецов частично там это все обработал. На основе писания Адамчиковых что-то дописал сам. Соответственно, дал героям правильные имена. И, если что, есть, скажем так, под моей редакцией новелизация второй части зловещих мертвецов. Откуда я весь бред и ересь вырезал. Все хорошо. Все нормально. Я с тобой не согласен. Мы только что разрезали нашу любимую девушку электропилой. По-твоему, это хорошо и нормально? В довесок, соответственно, к зловещим мертвецам есть у меня черепашки-ниндзя против зловещего духа мертвеца. Точнее, да, зловещего духа мертвецов даже, вот. Значит, ну здесь как бы пересказ, опять же, кинотрилогии с Эммерейми. Притом, сама книга делится на три части. Первая часть пересказывает события первой и второго фильма. Вторая пересказывает события первой половины Армии Тьмы. И третья часть пересказывает события второй части Армии Тьмы. То есть, очень много всяких каких-то ненужных графоманских подробностей. Автор порой путает самих черепах. Иллюстрации в книге фактически не совпадают с тем, что здесь написано. Значит, очень много такой жести с описанием там гниющей плоти мертвецов или про то, как черепашек там мертвецы пытали. Вот, то есть, не такой, не детский как бы контент совершенно. Хотя книга как детская позиционируется. Ну и напоследок, конечно, обзавелся я вот такой книгой. То есть, это «Красная жара» бестселлеры Голливуда. Здесь у нас, соответственно, получается, что «Красная жара», «Военные игры», «Поезд беглец». И, насколько я понял, то есть «Красная жара» все-таки фантазия наших авторов. Но, тем не менее, здесь есть вот кадры из «Красной жары». То есть, где-то их там понепонадергали. И даже есть, соответственно, вставки, которые, правда, непонятно, кто в этот раз предоставлял. Ну, потому что информация о том, что вот эти все вставки, скажем так, предоставлялись журналам «Видеоаз», подтверждения тут, что называется, нет. Но, тем не менее, вот кроме постера, вот эти фотографии интересны, потому что я их фактически не могу найти в интернете, особенно вот это фото. Но, насколько мне известно, то есть, когда были съемки в Москве, это был первый голливудский фильм, снятый в СССР. Значит, там, соответственно, Шварценеггеры могли какие-то наши фотографы фотографировать во время съемок, ну, или там во время перерывов между съемками. И это, возможно, какая-то вот фотография, сделанная советским фотографом и предоставленная вот как раз-таки бестселлером Голливуда. То есть, ну, по крайней мере, в интернете нигде это фото найти не могу. Нет, ухотел себе поставить его на аватар ВКонтакте. Ну, и, конечно, дорогие друзья, на прощание хотел вам зачитать эпизод из этой книги. Данко нечасто приходилось жить в гостиницах. Но он сразу понял, что 302-й номер – это дыра. В комнате стояла продавленная кровать, прожженный окурками стол и пластмассовое кресло. Как ни странно, в номере оказался телевизор, причем очень хороший, и даже как обнаружил Данко, когда включил его цветной. Немногие гостиницы в Советском Союзе стали бы разоряться, чтобы ставить в подобных номерах телевизоры. Глядя на экран, Данко был поражен, увидев, что показывают какой-то убогий порнографический фильм. Мужики и бабы скакали хихико и совокупляясь в бесчисленном множестве позиций в комнате, которая мало чем отличалась от той, в которой сидел он. Данко не потребовалось особых усилий, чтобы оторвать взгляд от экрана. В течение часа он методически разбирал 302-й номер на части. Он исследовал все, включая содержимое туалетного бачка в поисках следов присутствия тут Росты. Но Рост не оставил ничего, ни малейшего намека на то, что он когда-либо жил тут. И Данко двигался дальше. Он снимал матрасы с кроватей, спаривал подушки, срывал картины со стен, поднял ковер и снова не обнаружил ничего, кроме паутины, пыли, насекомых и старой мышеловки. Данко уныло оглядел разгромленное помещение. Завтра перед отъездом придется оплатить нанесенный ущерб. Впрочем, его немногие драгоценные доллары были бы истрачены не зря, если бы он что-нибудь нашел. Но вместо этого он растратил государственные деньги впустую. Но он заплатит, он не варвар, чтобы портить номер в заграничной гостинице и не рассчитаться за это. Это уже было бы преступлением. Одна вещь в комнате заинтересовала его. На столе рядом с кроватью лежал квадратный металлический ящичек, подключенный к проводке к стене. Коробочка эта ничем не выдавала смысл своего предназначения. Была только прорезь для монет сверху. Заинтересованный, Данко решил пожертвовать еще малой толикой свои валюты. Он бросил в щель 25 центов. Внезапно кровать стала содрогаться и трястись. Данко покачал головой. Сперва он подумал, что это приспособление служит своего рода будильником. Потом взглянул на порнофильм, продолжавший идти на экране. Нет, решил он. Это скорее уж похоже на стимулятор для совокуплений или мастурбаций. Он подошел к окну и выглянул наружу. На другой стороне улицы, как раз на уровне окон его комнаты, расположился гигантский плакат, демонстрирующий даму в нагляже с впечатляющим бюстом. Ее двухметровые глазища платоядно смотрели прямо на него. Реклама, залитого неоновым светом магазина, расположенного ниже. Надпись гласила книги для взрослых, Супер Икс, Видео Икс, мрачные советы. Данко посмотрел на трясущуюся кровать, плакат, порношоп и фильм на экране. Капитализм! Сказал он с отвращением. За окном грохоча пронесся поезд. Продолжение следует...